Это удивительно, но уже 5000 лет назад люди знали про нас все. Говоря про нас, я имею ввиду людей 21 века. Древний астролог и предсказатель смог прочитать судьбу каждого человека, его реинкарнацию и то, кем он будет в будущем. И теперь каждый из нас может посетить удивительное место в Индии, где найдет ответы на все свои вопросы. А вы знали, что от кариеса люди страдали даже 20 тысяч лет назад? А то, что древнее наскальное искусство помогло найти ученым новые виды животных? Смотрите видео до конца. Вас ждет масса удивительных открытий. Привет, друг! Ты на канале Киртоп. Марнептаха похоронили в четырех гробах В долине царей, расположенной в Египте, совсем недавно обнаружили самый большой саркофаг. Ученые смогли определить его принадлежность. Разбитый на части более 3000 лет назад, он был воссоздан благодаря усилиям археологов. Саркофаг был изготовлен из гранита бурого цвета. Создавался для фараона по имени Марнептах. Он жил в 11 веке до нашей эры. Устройство гроба было идентично устройству матрешки. Каждый из четырех саркофагов вкладывался в другой. Говоря о размерах, стоит упомянуть длину и ширину. Первый параметр был более 4 метров, второй около 2,5. На сегодняшний день установлено, что саркофаг располагался на двухметровой каменной плите, которая лежала на полу в гробнице. Археологам очень повезло, что лицевая сторона осталась целой. Именно благодаря ей они смогли собрать оставшуюся часть. Эдвин Брок, руководивший работами в Королевском музее Онтарио, был по-настоящему удивлен. Он сделал акцент на том, что такая постройка воистину достойна величия фараона. По предположениям Брока, древними египтянами было решено доставить вместо захоронения саркофаг, который прежде уже собрали. В него поместили мумию. Такой вывод был сделан благодаря найденным шкивам с закрепленными в них веревками. Марнептах – первый и последний правитель Египта, которого после смерти положили в 4 саркофага. Чаще всего их было два, причем внутренний был деревянным. Гробницу этого фараона мародеры разграбили еще давным-давно. Один из саркофагов был вывезен, а позже использован для захоронения Псусенеса I. Причина создания сооружения именно такого формата еще не выяснена. Однако мы знаем, что великие предки правителя, отец и дед, были захоронены в самых обычных саркофагах. Известно, что на все лицевые части каждого из 4 саркофагов были нанесены одинаковые заклинания. Их назначением было сделать переход в царство мертвых и последующее возвращение к жизни более легкими. Ученые считают, что множественным повторением этих магических слов Марнептах хотел усилить их действие. ПОПУЛЯРНАЯ ТЕОРИЯ О КАРИЕСЕ Польские археологи обнаружили древние следы кариеса на зубах людей, которые жили на территории современной Польши почти 9000 лет назад. Это открытие опровергает популярную теорию о более позднем происхождении данного заболевания. До сих пор считалось, что доисторические люди не страдали от зубной боли. Популярная теория гласит, что кариес у них появился лишь после того, как они начали вести оседлый образ жизни, возделывать растения и употреблять в пищу большое количество продуктов из зерновых культур. В разных частях Европы этот процесс происходил в разное время. На юге, например, он начался примерно на 2000 лет раньше, чем на севере. В той же Польше первые земледельцы появились около 7000 лет назад. То есть примерно в тот же период времени у местного населения должен был появиться и кариес. Однако новое открытие опровергает эту теорию. Оказывается, кариесом страдали и охотники-собиратели. Ученые изучили останки людей, найденные еще в 1960-х годах на северо-востоке Польши в национальном парке Бебжа. Они употребляли в пищу много рыбы, вероятно, в основном осетровых. Пресноводные рыбы содержат аргинин, который обладает противокариесным эффектом. Это вещество сегодня даже добавляется в некоторые зубные пасты. Таким образом, благодаря рыбной диете, кариес у этих людей мог больше не развиваться. Почему же это заболевание проявилось у охотников-собирателей? Ученые указывают на то, что эти люди питались всем тем, что находили. Это могли быть ягоды, сладкие плоды и, возможно, мед. Данные продукты содержат довольно много углеводов, которые способствуют разложению тканей. Алтарные камни для Стоунхенджа Опровержение того, что алтарные камни для Стоунхенджа доставлялись по воде, представили исследователи. Древний памятник Стоунхендж состоит из двух видов камней. Первый тип состоит из камней зелено-серого цвета, состоящих из песчаника местной породы, сарсена. Второй тип камней имеет голубой и пурпурно-зеленый цвет, их называют алтарными, и они состоят из пород, известных как долерит и реолит. Если первый тип камней хорошо изучен и уже давно выяснено, что их доставляли из рудника в 32 километрах от памятника, происхождение второго типа камней долгое время оставалось загадкой. Не так давно стала популярна теория, что алтарные камни были добыты в карьере Милфордхайвена на побережье в Пембрюкшире, в западном Уэльсе. Это могло бы свидетельствовать, что эти камни доставляли к месту строительства по воде. Последнее исследование, о котором идет речь в статье, показало, что несмотря на внешнюю схожесть алтарных камней в Стоунхенджи и камней в карьере Милфордхайвена, они отличаются по химическому составу. В результате оказалось, что это два разных типа песчаника. В результате исследования ученые доказали, что алтарные камни не были доставлены по воде, а были доставлены по суше. Как древние люди смогли переместить такие огромные валуны на значительное расстояние, ученые до сих пор объяснить не могут. Неуловимый бизон Хиггса В этом году новый вид животных был обнаружен с помощью уникального метода – древнего наскального искусства. Исследователи изучили картины из пещер Ласко и Пергузы и заметили несколько изменений между бизонами, нарисованными 20 тысяч лет назад и теми, что были нарисованы 5 тысяч лет спустя. Изменения включали различные типы телосложения и различные рога. В то время как более ранние рисунки напоминали степных бизонов, ученые полагали, что на более поздних рисунках изображен совершенно другой вид. Чтобы подтвердить свою гипотезу, они изучили ДНК-свидетельства из костей и зубов бизонов, которые были найдены в многочисленных местах по всей Европе. Эти кости и зубы возникли между 22 и 12 тысячами лет назад. Ученые пришли к выводу, что действительно поздний зубр был новым видом, происходящим от степного зубра и бизона. Новое открытие положило конец десятилетней путанице относительно секвенирования генома степного бизона, который иногда имел нелепые участки. Недавно обнаруженный неуловимый вид бизона был назван бизоном Хиггса. Как говорит предание, а может и вполне себе реальный случай, более 5 тысяч лет назад в Индии жил мудрец и астролог Риши Бхригу. Он изучал астрологию Джиотиш и занимался составлением карты предсказания будущего для всех страждущих. И в один прекрасный день снизошло на него умение видеть прошлое, настоящее и будущее всех людей, когда-либо проживавших, живущих и тех, которые будут жить в будущем на этой планете, а может и не только на этой. Конечно, в одиночку и жизни не хватит проделать такой титанический труд, но у мудреца были сторонники и они сделали это. На сухих пальмовых листьях в виде небольших табличек записаны судьбы всего человечества, но не только. Там же на пальмовых табличках указаны подробности прошлых реинкарнаций, кем человек был в прошлой жизни, где проживал и главное, как проживал свои прошлые жизни. Для записи на этих табличках использовалось два языка – санскрит и древний тамильский язык, который, между прочим, создал бог Шива, а бог войны Сканда и мудрец Агастия передали его людям. Оба языка официально признаны старейшими языками мира, наряду с греческим, латынью, персидскими и другими. Пять тысяч лет назад и сухие пальмовые листья – как такое возможно? Конечно, листья сначала специально подготавливали для того, чтобы они достаточно долго хранились, но время берет свое. И даже сейчас, когда настоятели храма трепетно следят за состоянием табличек, некоторые из них приходят в негодность и служители храма их аккуратно переписывают. Кстати, по одной версии, в данной библиотеке содержится предсказание на всех людей прошлого, настоящего и будущего, с учетом реинкарнаций, а по другой версии, что там находятся данные только на тех, кому суждено посетить эту библиотеку. В таком случае, если вы туда не попадете, то не расстраивайтесь, там для вас ничего нет. А с другой стороны, если вы придете за своим предсказанием, то оно там обязательно будет. Потому что мудрец, философ, астролог Риши Бхригу, пять тысяч лет назад знал о вас все. И даже то, что вы в 21 веке приедете в один из храмов, где хранятся таблички за его предсказаниями. Куда ехать? Здесь все очень интересно. Пальмовые таблички не хранятся в одном месте. Наверное, учли печальный опыт Александрийской библиотеки. Они поделены и находятся в пяти храмах Индии, так что предполагается тот еще квест. Но это не останавливает людей. Запись на прочтение судьбы ведется минимум за три месяца. И посетитель должен сообщить точную дату и место рождения, чтобы служитель подготовился к визиту. Ну и напоследок, по философии в ведической астрологии Джьотиш, знающие астрологи не могут брать плату, тем более фиксированную. Поэтому они принимают пожертвования. На этом все. Хотя нет, погодите. В интернете много статей о том, что согласно предсказаниям на пальмовых листьях, миру скоро придет полнейший кобздец. В общем, плохо будет всем. А вот этому верить нельзя. Так как среди моих знакомых, кто действительно посещал библиотеку Нади, это еще одно название библиотеки судеб, ни одному не сказали о судьбе стран, которыми они интересовались. Поэтому 2020 год, конечно, непростой. Но не стоит верить всему, что пишут в интернетах. Живем дальше вопреки всему. Раскопки мертвого языка Несмотря на то, что он не используется уже почти 2000 лет, этрусский язык остается одним из самых интригующих мертвых языков. Он оказал большое влияние на латынь, которое в свою очередь повлияло на многие европейские языки, на которых мы говорим сегодня. Однако образцы этрусских текстов в сколько-нибудь значительной длины встречаются редко. Тем не менее, в 2016 году археологи обнаружили почти полутораметровую стелу с надписью на этруском языке. Двух с половиной тысячелетняя каменная плита была найдена при раскопках храма в Тоскане. Он хорошо сохранился, потому что был повторно использован в качестве фундамента для храма. Так совпало, что еще один важный этрусский артефакт, льняная книга Загреба, также была сохранена, будучи переделана в обертке для мумий. Несмотря на свое состояние, стела все еще была покрыта сколами и ссадинами. Поэтому ученые хотят тщательно очистить и сохранить его, прежде чем попытаться читать. Они подозревают, что текст религиозен и даст нам новое понимание этруской религии. А чтобы всегда оставаться на связи и первым узнавать о выходе новых видео, рекомендую вам подписаться на канал и нажать на колокольчик. Спасибо за ваши просмотры. Всем пока!